Станислав, поздравляем вас с победой. Ну и насколько тяжело отдалась вот эта вот победа над Ладой? Все-таки соперник-то непростой. Ну, любая игра тяжело, как бы проходит всегда там. Ну, бывает такое, что легко. Но сегодня Лада, как вы сказали, непростой соперник. Ну, хорошо все сложилось, забили нужные голы. Вот и одну шайбу пропустили и выиграли. Слава Богу, как говорится. Какая шайба стала, на ваш взгляд, кульминационной? Да, не знаю, все шайбы важные были. Но, наверное, скорее всего, первые два гола. Хорошо, что забили и красивый, и хороший. Мне кажется, надломил немножко соперника. Ну, можно сегодня отметить Игорь Сопрыкин, он немало выручал. Все-таки атаки Лады были довольно острые. Ну, конечно. Вратарь, как говорится, полкоманды. Молодец сегодня поймал, выиграли. Для вас соперник Лада достаточно принципиален? Да, не знаю, каждый соперник принципиален. Но, как бы, надо играть против всех, настраиваться и стараться всегда побеждать. Тяжело ли играть в первом, извиня, в ударном? Вы сегодня выиграли в первой пятерке? Да, не знаю, как и в остальных. Как бы, везде надо работать, вкладываться в полную. Либо ты в первой, либо ты в четвертой. Надо свой вклад носить в победу и так далее. Эта победа наверняка придаст уверенности команде и хорошее настроение. И, может быть, даже и заряда бодрости на будущий матч с автомобилистом? Ну, я думаю, что да, будем настраиваться. Болельщикам всегда огромное спасибо, что поддерживают. Даже, ну, несмотря на тот неудачный матч, который сыграли, все равно кричали, поддерживали, молодцы. И хотел бы извиниться за прошлый матч, как бы, то, что проиграли с таким счетом. Будем стараться, чтобы такого вообще никогда не повторилось. Субтитры сделал DimaTorzok